Пыло! Косяк! И на Лос Темпл будет игра. Ё-моё, в каком году мы играем? Когда тебя застроили, игра бы всегда строила к Пиасаде. Когда его осаждали. Третья карта. Не, там какой смысл строить было демолишеров? Если у тебя нет экспанда и эльф с двух бас, то любые попытки отбиться, зажавшись на одной базе, обречены на провал вообще. Если ты не можешь с таким типом... Может, конечно, и отобьешься на какое-то время, но потом у тебя экономика убитая. Погнали. Погнали. О, линчанский, смотрите, справа. Рубашка модная какая. Ля ты какой. Дмитрий начинает уже с полупозиции лба. То есть он уже насупленный, он уже сосредоточенный. Я вчера смотрел, у меня стандартная тоже тема. Там начинал более-менее расслабленно, а потом... Потом лоб заполонял все свободное пространство. Посмотрим, насколько погружен он будет сегодня в игру. А смысл идти на протекторы армии? Ну да ладно, проехали. Ну там в 70% это арчи. Им как бы на баллисты более-менее пофиг. Да и не обязательно идти на баллисты, ты прав. Можно начать просто крепить карту и все. Ключевое, зажиматься в защите, это значит, особенно когда у противника есть экспант. Это значит отдавать игру. Ты даже с учетом штрафа по обкипу все равно получаешь на 40% меньше золота. И это приводит к тому, что с течением времени армия противника становится все больше и больше и больше. Баллисты это крайне узкоспециализированная штука. О, папа Котипейко, привет. Хорошего тебя. Плай от 44 говорит, выражаю благодарность Гудгейму за восстановление моего олдового аккаунта. Сейчас посмотрим на этого олда. Хорош переподписан. Да, 18к, такой старенький. Хорош. Погружаемся в игру, давайте потихонечку. Акалит на разведке, ДК на криппинге, Блойдмастер продает, покупает. И сразу магазин начинает криппить. Халявщик. Да, там не было второй базы. Ну, там были виспы, он бы восстановил. С магазина не падает вард, поэтому не так это ценно уже, как раньше на Троттлроке. Разведка не дается тебе. Но выбил он что? Выбил когти плюс 8. Начало хорошее для Лины. Если бы Акалит сделал разведку какую-то, да, можно было успеть зеленые точки на желтую добежать, ДК попытаться. О, еще артефакт подрезает. Что там? А, не, уничтожил артефакт. Хэппи сожрал, сожрал, сожрал артефакт. Он врывался так уверенно. Мне показалось, что тиснул этот артефакт, но нет. Так, аккуратненько. ДК второй, Блэйдмастер 1.5, но это нормальная ситуация. Вполне. Хэппи выбегает на желтую. Блэйд куда-то в магазин. То ли затарится, то ли может... Не, он сам не выбьет артефакт оттуда. Все, разведка хорошая проходит. Хэппи знает, что Блэйдмастер находится на противоположной части карты. Не, все-таки выбивает за счет артефактов. Он купил себе венец благородства и выбивает еще один артефакт. Медалька плюс 50. Тут же продал. Не могу объяснить, почему конкретно сейчас... Сейчас нужно продавать эту штуку. Ну, то есть у него слот есть. Предмет полезный. Блэйдмастер тоже пригодится, может. Чтобы Блэйдд дольше жил. Так, и Хэппи, здесь, похоже, третий будет получать. Пытаться. Выбивает себе вторые перчатки. Надо бы светануть сейчас. А, он видит Блэйда. Не хватает. Немножко не хватило. Ой, гранта окружает. Но тут Блэйд хороший. Добивает свою гульку. Хэппи подставляется. Слушайте, а тут как бы сложная ситуация. Ну, ДК наполовинку бит. Гульку мы потеряли. Гранта не это самое. И лоб становится все больше и больше. Свою гульку прикрыли, отступаем назад. Тут Сэхай, минус 2 скелета. Т3 пошел, да, все правильно. По стратегии все, как и ожидаем. Как и ожидали. Эта собака еще с Лотерхаус хочет нам отменить. Офигел совсем. Надо отогнать пса. Сэхай крепится. Не, пока что у Ли, ну вообще все хорошо. Два магазина крепанул, артефакты взял. ДК не третий. Все еще. Ждем Лича. Что делать? Ждем Лича и не ясно, куда выходить вот сейчас. У нас зеленая зачищена, желтая. Две зеленые зачищены, желтая зачищена. Армии на большее пока не хватает. То есть нужно, видимо, на... А куда бежать-то? Блин, куда бежать? Магазин доедать. Видимо, магазин доедать будет. Самая простая штука, наверное, да. Пока он бегал и ждался, Ха второй получил. Ладно, это... Это неприятно, но жить можно. Играет на атаку. Т3, обсидианка первая у Хэппи строится. Блин, какой же Блэйк классный. Он вот там и подпушил, и не дал покрепиться, и выбил два артефакта. Сейчас убивают еще. Когти выпадают плюс четыре урона до хрена у Блэйдмастера. И сразу на красную. И Хэппи хоть и делает разведку, он сейчас увидит. Вышку строит на базе. Боится пуша. Но Хэппи не успеет сюда вообще никаким образом. Может, не имеет смысла доедать оставшихся, так как лечения у тебя нет. Хороший артефакт. Ладно. Дистры, адреналин, стандарт. Вообще, это стратегия 120-го. С этим спадпушем. По крайней мере, он ее практиковал активнее противорков. Но была позаимствована она. Один слот оставил Блэйдмастеру под инвул. Ладно, магазин мы сможем взять, да? Это уже хорошо. Тайминг. Лин немножко пропускает пуша. То есть он не успел, например, купить арбу. И не три, не три у него. Оп, гулька не словила койл. Как, как, как? И вместо того, чтобы идти отбиваться, Лин понимает, что ему 3-3 нужен. Он идет подрезать стролей. Класс. Адреналин, который Френзи. Да, да, да. Ну, я не помню, как правильно называется. Вроде как Френзи в английском. Но откуда-то у меня адреналин. Видимо, из Старкрафта первого. Из-за того, что с Зергушатом делают адреналин. Бороу подставляется. Телепорта нет. Сейчас еще Бороу по это самое... Кэтхантер выходит не туда. Минус Бороу. 45-48. Кадо съедает кого-то. Кажется, съедает. Ой, койл. Да, съедает, но недоконтраливает кодой. Котой падает. Гуля минус. Но рейнджерка, рейнджерка, рейнджерка подставляется и умирает. Ну, подпуш хороший. Руны и браслеты выпали. Я что-то не обратил внимания. Самый лучший артефакт. Да, 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 да. Там Блэйд сумасшедший. Не, пока все у Хэппи плохо. Пуш хороший, а все остальное плохо. Доедаем черепах. Блэйд добивает мелкую. Еще Гульку доест. За Гульку нет смысла сейчас списываться. 100 гекс? Они у них есть одна песня. В один момент они говорят «Пик это!» Это звучит точно так же. Я думаю, никто не знает, что это не было. Аурные артефакты подавляли оригинальные, это убрали уже? В смысле, подавляли. Всегда работала аура, которая выше по уровням. То есть, если у тебя есть аура Таурены, и Таурен качается до третьего, то начинает работать аура Таурены. Что значит подавляли? Сейчас, если у тебя аура первого уровня, одна аура другая, работает аура героя, потому что ауры предметов хуже при этом еще. Да, и у Лина масса возможностей, чтобы Таурен свою до третьего докачать. И по криппингу, как вы видите, ситуация в плюс у Лина. Ну, рейнджер к 1.9, потому что умирал, а Таурен 2.6, потому что не умирал. Еще есть точки, которые можно довпитывать. Что делать там? Привет, Лоли Дрэгон. Апачи выходит, как... То ли базу ставить, то ли проверять. Но криппинг, конечно... Артефакты хорошие у Хэппи. Большая мана, два больших бутылка жизни. Это в рамках одного сражения очень крутой бонус. Но важно это сражение, получается, провести грамотным. Так, прикрываем. Это наша черепаха. Лин так не считает. Блэйд влетает. Ой, Суху, Суху начинает фокусить. Сыхается телепортом и сразу телепортируется. Но это очень хорошо. Мы еще подрезали юнита двух и потратили одну гулю. И главный минус телепорт, и главное, что нам достается еще черепашка большая. Очень хорошо. Грейт на шипы, чтобы гули не бояли. Да-да-да-да-да. Шипы вообще стоят дешево. Плюс они были переработаны. Возвращают же теперь и фиксы в процентах. Насколько я помню. Поэтому ФФА вообще герои умирают на базе Орка. Потому что возврат идет в процентах. Гулей хэппи, конечно, контролит очень хорошо. Да-да-да. Когда когда ты пытаешься самостоятельно гулей поиграть, они рассыпаются. А тут прям пам-пам-пам под обсидианку отводит, свитки вовремя читает, кого-то койлит. Гули очень дороги. 55 лимитов хэппи. Леса нету, хопача надо гулей немножко. Ну, карта зачищена, за исключением двух оранжевых точек, которые они сейчас доедают оба. И то, что хэппи не сидит на лимите 50, ему начинает потихонечку боком выходить. Ну, не любит он, как андет, сидеть на 50. Там вопрос, можно ли задиспелить заклинание, как лечение подобное. Ну, что-то можно, что-то нельзя. Риджуф-то можно задиспелить. Престовское лечение нет. Суховское тоже. По сути, из лечения периодических, что у нас есть? Алхимиковское, которое не диспелится, но прерывается. Может, оно чейнелинг. Сетку кидаешь, прерываешь. Риджуф, потому что висит долго, его можно задиспелить. Можно задиспелить эффект лечения у коней, которые стоят у тебя после стафа на кастле. Причем можно диспелить и своими, и чужими, потому что оно не является... Ну, просто диспелится, короче. Но в большинстве случаев нельзя ничего сделать. Ни паладиновское, ни дековское, ни суховское. Да, хилвард еще, кстати, можно. 70 лимитов на 57. Очень хороший пуш, может быть, сейчас. Там такой Блэйд сумасшедший. Смотрите, три серклетки у него, когти, руны, браслеты. Таурен готовится... Готовится принимать. У него истинвул против Сайланса. Готов врываться. Нельзя лезть, нельзя-нельзя. Надо байтиться. Ну, типа Лину... Он может спокойно стоять на базе и выстраивать еще лимит. Он в заказе у него. Там яд делается какой-то еще. Деньги на руках есть. Позиционирование шикарное. Видите, как Таурен стоит и все остальное полукружком. И не идет дальше. То есть Хэппи байтит его, а Лин не ведется. Стоп, хороший влетает от Лины, к сожалению. Минус первая гуля. Остальных едят. Рейдер там как-то выживает на последних хитах. Но Хэппи вгрызается в Берсеркеров. Хороший Сайланс на Таурена. Берсеркеров начинают месить. Виверна умирает на дистракт. Стомп шикарный на гулее опять. Но 59-53. Тут обоюдный развал. Сложно сказать, кто впереди. Блэйд со вторыми критами начинает нарезать. 213. Ё-моё, вторые криты. Плюс 29 урона у Блэйда. Стоп на половину армии Хапача. Мана закончилась у ТЦ. Скелеты выходят благодаря рейнджерке. Хэппи перегруппировается, потому что битый лично. Он тут как бы... Блин, он тут в минус разменялся. Хотя вот сейчас уже, убив Гранта, получив четвертый... А где дистры, кстати, все? Как дистры-то развалились, я не могу понять. Их там же было 4 штуки, как один остался? Берсов подрезает. Минус гулька. 40 лимит на 46. Не, ну эта серия будет вообще жарашная. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Все вообще непросто. Просто орковские герои, если вы возьмете вот такую связку героев и отпустите их в прокачку, они... Ну не то чтобы фору андейдовским дадут, но вот с рейнджерка, наверное, может даже и фору дадут. То есть это очень опасная троица. Гульку поменял на Берсов. Таурен там стоит в кучке. Виверна. Новые гули прибежали очень вовремя. 55 на 46. Кадо один с гулей, другой пустой. Хэппи бьет того, кто с гулей. Ну гульку надо было добить, конечно. Молодец. Ну что, надо, наверное... Хрен его знает. Да вот-вот-вот, я бы тоже подумал, что зачем Хэппи из лимита выходит. У него 53 лимита было, и он отменил двух гулей в склепе. Да надо брать Акалито, скорее всего, ставить базу где-нибудь. Либо сидеть на лимите 50, потому что, когда у тебя там плюс 10, плюс 15 лимита, ты можешь идти к орку и на базе у него эффективно сражаться. Даже с учетом того, что там боро и вышка стоит, да? Но когда вы разменялись, у вас лимит один и тот же, ты понимаешь, что у тебя такого преимущества нет, и тебе не очень выгодно выходить из лимита, терять, соответственно, деньги с еще менее такими серьезными перспективами пропушить человека. Поэтому Хэппи... Сначала интуитивно вышел из лимита, сделал неправильно, потом исправился, но это показывает, что он во время игры соображает. И пошла, видите, выход на дистанцию, такую разведочку, шидять не стоит, строит. Ну так просто базу ему сейчас не воткнулось, потому что там контроль очень хороший со стороны Блэдмастера, невидимого, который всю карту фактически там за полминуты пробегает спокойно. Если что, даже в Соляново может отменить. Ну это крайне близкая игра. То есть, вы посмотрите, они с одной базой играют 20 минут. Там скоро Мэйн закончится уже. У Лина, причем после окончания базы, весьма неплохое предложение через шкатулку. И, возможно, Хэппи ожидает этого шага, и как раз Шейда для того, чтобы увидеть конкретно, где строится база. Но почему-то Линн ставит базу без шкатулки в лево-нижнем углу. Это очень странное действие. Ну потому что разницы почти никакой нет. Ну ничего хорошего в стандартной мичке для орка нет. Когда ты там тратишь на 200 золота, но зато получаешь там на полторы тысячи золота больше. Гарга против Виверны. Шеда делает разведку. А Хэппи уже 70 сделан. Но настолько уверен, что там база у человека. И он прав. Линн очень эффективно через этот, через деф играет. Амун-Ра отлично у нас все. Поздравляю с заселением в Общагу. С улыбкой вспоминаю те годы, которые я там провел. Ну не в твоей конкретно. Скорее всего. Все, закончилась база. Все, закончилась база. Противник. Если это так, то это очень грубая ошибка, к сожалению. Как можно было зевнуть базу на такой карте, ожидаемую, которая строилась там 3 минуты? Он зевнул, он зевнул ничком. Это может ему боком выйти. Он может прийти и уничтожить просто противника? Просто уничтожить. Ой, смотрите, он сделал до заказа, а потом Зигурата попродавал, чтобы до заказаться еще. Два свитка лечения купил. Капец, он псих. Пол базы просто продал, чтобы сделать 80 лимита. А Орк? 60 лимита. Да сейчас все не будет, Лина. Это ладно. Если бы он знал, он бы попытался в раз... Извините, в разводы пойти, конечно же. Ториан стомп. Фокус сразу на Блэйда. Как же много урона от Дестройеров. Ё-моё. Гарга падает. Стомп второй хороший, реально. Голи вырываются. Нет, это ж жралово просто. Полное забейте. Но не надо было Лину здесь сражаться, естественно. Должен был на мейн отступать чуть раньше, увидев лимит, там 80, понять, что там плюс 15-20 лимита. И все, сидеть. Он, по крайней мере, бы выиграл время, пока у него нычка там работает. Ну и не отдался бы. Хэппи должен подозревать, что там все-таки где-то есть база. Он продолжает делать разведку, пытаясь понять, где же она все-таки есть. Обратите внимание, вот когда он найдет, посмотрите на Хэппи. Он должен помотать головой. Если мы, конечно, ну нет, махание головой, мотание головой мы увидим. Через несколько секунд, причем он делает разведку. Ну он как-то должен выразить сожаление относительно косяка этого своего. Смотрите. Смотрите, смотрите, смотрите. На Хэппи, на Хэппи. Левый нижний угол, внимание. Смотрите. Оп. Ну, ваша реакция. И вообще ничего не поменялось. Блин. Да, здесь лимит разница. Ой, Лич-Лич, не подставляйся, не подставляйся. Инвул сразу, молодец, загадя, сделал Инвул, потому что можно было оттуда не уйти. ДК подставляется, пытается уйти. Ой, как же больно-то здесь. ДК может быть больно. Стомп шикарный, влетает. Блэйд снова выскакивает из Виндвока. Уходит. Рунные браслеты ему помогают катастрофически. Просто, вы посмотрите. Он бы два раза уже умирал, если бы не рунный браслет от магического урона. Пятый ДК, третий Койл. Блэйд не может вернуться из-за того, что у него слишком мало... Слишком мало ХП. Нарезает сбоку по Дестройерам на дистанции. 54 лимит на 41 размен в плюс. Пока что. И пятый СХ. Третье лечение. Гули красный пытается по Гулем поработать в... Оооо, минус ТЦ, но это ГГ. Он пытается сейчас отчаянно потыкаться, если сейчас Лин в леча... Да, у него есть предмет. А Блэйд вот еле-еле-еле ускакивает. Можно даже под... А, нет, там лечение третье. Лимиты почти сравнялись. Вот почти сравнялись. 45 на 39. Напомню, разница, вот если бы Лин не дал сражение на своем натурале, а просто Ахэппи, соответственно, не знал об экспанде, он бы, возможно, последовал за... Ну, корку на базу пошел бы дальше. И потерял какое-то время там. И это была бы совсем другая история. Да, но здесь база уже все работает хорошо. Блэйд куда-то убегает. Лин понимает, что надо базу сдавать, что надо как-то Таурена восстанавливать. Таурен вос... А Бейстрейджи может быть! Даже телепорта нет! А у Хэппи половина базы нет! А об этом Лин не знает. У-у-у-у-у-у! Почему Лин не рассматривает эту возможность? Он же умел! Он же умел раньше разводить хорошо! Может, без Таурена не хочет, без Ауры не хочет? Он типа не уйдешь, если Ауры не будет. Такой же, как у Андеда. По скорости перемещения тебя просто на отступление все перережет. Какая грязь. 45 на 40 лимита. Первая игра! Просто полчаса почти. Они там 27 минут уже играют. Тут очень близко пятый уровень. Вот кто первым получит 5-5 дополнительный, кроме одного героя, там еще два идут к 5-5. Лид 4-8, Рейнджика 4-7, и 4-7 Блейд, и 4-5 Мертвый Табурен. Хапач продает загурнады. Это такой байт на это самое, на ману берет, да. Ну, очень напряженная игра. Такая многоступенчатая, агрессивная, с одной базой, с переходами такими классными. 40 на 45 по-прежнему. Четыре рабочих добывают золото. Ну, Хэппи не может на дистанции позволять такой вот теме работать. А они медленно таскают, но это нельзя игнорировать тоже. Какая грязь. Давай инвулу у Хэппи Ману, он готов сражаться вообще. Пионы, нет! И это ближе к пятому левелу будет. Не хочет отдавать. Лин пытается... Ой, хороший стомб сразу по рейнджерке, 2-2-8. По рейнджерке, рейнджерка, еле-еле выживает от койлов в последние доли секунды. Господи, какая... Какая грязь. Снова рейнджерку. Все. Короче, в пол тыкает. Снова крит вылетает. Алло! Инвул. Инвул спасает первых хопача. Лечение влетает. В рейд... В гранта. Грант выживает. Деку начинает бить. ДК тоже в инвуле. Хэппи пытается уйти. Лич, 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 лич. Хекс. 2-2-2 криты опять. Какая... Какая грязь этот Блэйд. Нет! Минус лич! 2-2-8 опять. Ё-моё, это статья. Лин. Лин. 1-0 пульзулина. Я не верил, что... Ну, блин, ну это... Это же... Старая вот эта вот тактика. Вот эта педальная, арковская. Виндвок, сетка, хекс, фокус по герою. И даже 2-1 вулла Хэппи не спасло. Стоит все-таки отметить очень странную базу от Лина и крайне плохую разведку этой ожидаемой базы от Хэппи. С него была шейда, он мог карту обойти два раза. И он не нашел эту нычку. Вместо того, чтобы там стоять по центру, он должен был ее карать, конечно. Жесть. Стар Сектор говорит, не понял, герой все ЭГГ, переезд, количество юнитов. Ну там один герой стоит тебе фактически всю армию. То есть они настолько уже преисполнились, они высокого уровня. То есть один лич, условно, пятого уровня, там, если ему не мешают, он убивает двух кодоев, всех берсеркеров, вообще без проблем. Там основа армии, это уже герой на такой стадии. То есть у тебя 40 лимита, 40 лимита, из них 15 лимита занимают три героя. Одна обсидианка, один дестройер, ну и какое-то мясо, которое ты, ну, оно не критично абсолютно. То же самое Блэйд. Вот ты берешь пятого Блэйда, поставь против него там дестройера пять гулей, он их разберет. Он их разберет, даже без лечения он их разберет. Сыхи. А герои еще друг с дружкой сочетаются, там. Ты отдал, например, деку, у тебя лечения нет. У тебя уже что лич, что рейнджер, когда такие грустят стоят. До трех побед играют. Ну, просто мясная, мясная катка, мега напряженная. То есть в начале был стандарт, а вот с момента такого отбитого пуша все уже пошло по другому сценарию. Форсир все-таки первым героем. Форсир у нас, как правило, приводит к еще, к появлению еще более раннего экспанда в районе лимита там 35, второго ТЦ и какого-то массы на Т2. Там лин был подписан фокусом. Бывает. Еще стоит, конечно, отметить хороший... Ну, рунные браслеты, это прям... Прям прекрасный артефакт. Было несколько моментов, когда Блейд после прокаста уходил на последних хитах. А вот рунные браслеты, которые тебе дают треть дополнительной сопротивляемости к магии, приводя это значение там от 30 стандартных резистов к 50, они ему помогали выживать. Ну, это тоже, знаете, с одной стороны рандом, с другой стороны, Хапач мог проверить, что есть рунные браслеты, и чуть раньше начать фокусить Сыху, например, или Таурена в определенных ситуациях. То есть не пытаться закидывать с магическим уроном человеку, у которого есть рунные браслеты. Против этого тоже можно найти. Акалит... Нет, но он был близок. Против форсира мы крепимся. Он, если не второй, с контролем уровня Хэппи не может помешать. Крипится никак. Нерубка есть на базе. Кальцо плюс 4, отлично. Карлов, прекрасная первая катка. Борьба до конца. То есть там до последнего сражения ну, было преимущество то у того, иногда у другого, но чаще у Хапача было преимущество, на самом деле. То есть он выступал инициатором в первом пуши, в последнем пуши, в середине игры отличная атака с преимуществом у него была. Ну, Мун великолепно... Ну, Мун великолепно... Лин великолепно отбивался. Раз за разом. Плюс Хапач еще нычку зевнул. Что вообще не свойственно для него. То есть... В последнем сражении я полагал, что у Хэппи впереди. То есть он по лимиту был впереди. У него там подрезанный рабочий, он ближе к пятому левелу был. Но... Там микромоменты, херокилл, не совсем правильное позиционирование, что первый же стомб влетел и в Деку, и в Лича, и там в часть гулей, что они вместе стояли. Вот это самая большая проблема была. А что удивляется Таурену второму-то? Парсер не натолкнул на мысль, что другая связка будет? Да база сейчас будет. Сейчас будет выскакивать ТЦ, бежать с первой армии на экспанд, и он останется, скорее всего, на Т2, будет ставить экспы, мастить какую-нибудь фигню Т2-шную. То есть олдскульный стандарт. Хапач выбивает мана Дрейн. Когда вот через форсира играешь, посмотрите, какая у них разница по опыту. 1.3 против 2.6. Ну, 1.5, потому что гранты справились с одной черепашкой. Не Лин, очень хороший, Хатя Лин. Ну, по сути, это топовый орк. Он долгое время был топовым, в принципе. Наверное, всегда был топовым, если честно. Ну, кто кроме Фокса? Всегда был топ-2 за ним. Если мы будем отматывать опять назад время и возвращаться в прошлое, то кто кроме Лина? Граби? Закарт? Даже в то время, когда у Граби было все отлично, всегда Лин был где-то рядом. Плюс их разделяло то, что они в разных регионах находились. То есть, если взять прям всю историю, то Лин 100% в топ-1 орк мира. Прям не стоит сомневаться в этом. По поводу эльфов можно сомневаться, да? Потому что у Муна были такие провалы, серьезные. По поводу Хуманов тоже можно сомневаться, потому что как бы был и Скай, и Ти Аш, и Тодд, и Инфи, и, ну, короче, была пачка. А вот у орка все было четко. Лин, Граби, все остальное вторично. Ну и опять же, Закарт, но там пару лет он был повыше, чем и тот, и другой. Все, и база пошла. Но если Хаби managed to cancel the expansion once or twice, that's when things get very tough. Лин has to continue to scout well, find the decay, prevent the cancel. У ондедов тоже, если не брать последнюю историю с Хабачом, доминация была далеко не очевидной. То есть были и Фовы, и Свиты, и... Что там еще у нас? Сейчас опять меня накидают, еще ондедов. База, похоже, Хаби не сможет помешать отменить на халявку во время... Как же Роб спрашивает у деду. Да, можно много хороших игроков вспомнить. Речь о лучших. Почему стриммер вечно принижает заслуги чемпиона Германии? Да, Люция, например. Мэтт в проге, точно-точно. Почему он удивляется? Почему он удивляется ТЦ вторым? Почему он удивляется Дредлорду против ТЦ? Ну, потому что Гули Пуш, потому что тебе самое страшное против Гулии это третий ТЦ. Ты выходишь с Дредлорда, берешь Слип, улыбаешься. Дредлорда, который контролирует ТЦ против Даркранжера, то есть, что ты не можешь бросить Слип с Инволн, но можешь улыбаться с твоими унитами, после небольшого длайка. На уровне 2 Дредлорда гораздо лучше, чем Даркранжера. На уровне 3... Я бы считаю, что Даркранжер тоже лучше. 50 лимита, 43. Таурена иллюзию подставляет. А, все-таки Рейнджерку взял. То есть, он отменил Дредлорда, пошел, взял Рейнджерку. Окей. И как тут ломиться-то? Диспелить волков, диспелить иллюзию. Диспел хороший на дистрах. Но нельзя тут долго тянуть, потому что там уже штамповка идет с двух бас. Выбирает время. Фокус Сайленс. Шикарнейший! Минус первая Виверна. Стом, великолепный. Кладется просто на всех гулей. Лич под фокусом. Надо лечить леча, минус гуля. Кодой. А тут не это самое, не продавись, кажись. Усасывает ману. Как отбивается линд, конечно. Но в такой ситуации, может быть, стоило все-таки на халявку отменить строящуюся базу, чтобы сместить тайминг, чтобы получить дополнительное время. Не знаю, насколько это реалистично просто. Если грамотный там форсир с хорошей разведкой, плюс там рейдеры с сеткой, это не факт, что у тебя против грамотного орка, ты не факт, что сможешь это сделать. Что он тебя штрафовать будет в любом случае. Ну и все, пошла пассивная игра от Хаппача. Это очень плохо. Он выбивает там артефакты. У него телепорта еще нет. Виверн миллион. Четыре виверны на одну гаргу. Ну это 2-0. Тут нечем сражаться просто. Хорошая нова. Виверн. Свиток лечения великолепный от Лина. Минус виверна. Но минус гулька. Одна, вторая, третья. Дистра в сетку. Это гг. Это гг. Минус дестра 5 лимитом, блин. 63-40. Блин, и Лин еще при этом не допускает ошибки. Он не продолжает атаку. Спокойненько назад. Типа плевать на Гранта, штампуем виверн. Не забывайте, что это счастливое. Еще один уровень для каждого этих героев. И это будет очень разный игрок. Ну, Лин так очень... Такое впечатление, что он, знаете, левелапнулся и вкинул в поинты, в защиту просто. То есть он... Что вот этот вот экспант по таймингу грамотно, там, через бору, через полукружки, через расстановку, все. Отбивался. И на прошлой карте он тоже... Минус гуля. Он тоже фактически играл от защиты. Что вообще не свойственно ни для Лина, ни для Варкрафта в принципе. Гарги вылетают. Минус одна гарга. Вторую покусит сразу же. Свиток лечения шикарный. Минус две гарги. Виверны живут. Второй новый нет. Доконтраливает. Форсир третий. Надо отступать Лину сейчас, надо отступать. Ну, битый и виверны, там, большая часть лимита не эта самая, не алло. На развороте пытается чайником там что-то... О, батка. О, кстати, батки могли бы прийти пораньше. Потому что у тебя экономика лучше, ты знаешь, что там гарги, ты знаешь, что там дестройеры. А что в баток-то пораньше не выйти? Ты же в любом случае будешь в плюсе. Даже если один в один размениваешься по... Не, нормально, сейчас еще можно. Конечно, мы на дне, все равно, минус 16 лимита. Но, по крайней мере, сейчас подрастерялся Лин на отступление, это хорошо. Да, и форсир-то не очень эффективно растет. То есть, если Хапач будет хотя бы вот так вот кое-как размениваться и расти постепенно, это будет круче, чем... Ну, у него герой это перспективнее, чем ТЦ ФС. Третьего героя у него нет, Т3 нет по стратегии. И он не может так просто прожать Т3, не имея нормального преимущества. И рискует быть пропушенным. Опа, взрыв Батки одной, вторая Батка врезается, Дестройер одного убивает, но на самом деле здесь нельзя сражаться, опять же, Орку. Он сражается, теряет Виверну одну, теряет Виверну вторую, фокус по Дестройеру, стомб вообще мимо, подлетает Батка еще одна, не врезается сразу, врезается, минус один Дестройер, минус два, Гарга вовремя прилетает от Хэппи, отгоняет Виверн, те перегруппироваются, расконтроливают, он просто точечно Виверн расконтроливает. Капец, какой контроль? Если вам кажется, что Виверны там какие-то крутые, плотные, их контролить не надо, они разваливаются только так, просто только так. То, что Линд там двух отвел, потом профокусил Гаргу, потом еще спас оставшихся на красных хитах, Дестройера ловит, пять лимита, 51 на 31, даже на 26 сейчас будет, преимущество 20 лимита у Лина. Просто три Виверны, вот те красные три Виверны, 12 лимита, вот пальцем щелкаешь, они исчезают, вот ты вот моргнешь даже не секунду в той ситуации, там чуть-чуть нужно, ну хотя, ладно, буквально вот секунду ты хуже среагировал и в первый, или во второй момент не отвел, все, там тык-тык и все, и Виверн нет. Разваливается только так, это так называемый это Glass Cannon, такая стеклянная пушка, короче. Великолепный урон, отличный фокус, но исчезают только так. Сейчас 5 ТЦ будет, кстати. Плюс 20 лимита, как вообще можно, ну там вторая новая, хабач может вырулить через, вырулить через леча качаного, и в принципе качественных героев как-то на хитендране, тут еще можно поработать. Делает разведку на всякий случай хабач, хотя бы, ну он хочет убедиться в том, что второй нынешкой не укрепляет свое преимущество в линк. 70 на 40. Блин, вообще такая разница, капец. Что 30 лимит разница с учетом мопкипа. И не уйдет сейчас хабач. Куда ты лезешь? Большой инвул. ДК в последние секунды успевает инвул прожать. Рейнджерка подставляется в фокус по рейнджерке, Койл. Сейчас ДК отпустят, сейчас ДК отпустят, ДК не уходит здесь. ДК не уходит здесь. Уходит, не уходит. Рейнджерк, он и переключается на леча. Леч умирает. Офигеть, ГГ 2.0. Это машина, это машина. 120-го вчера катнул, и хабача сейчас несет 2.0. Ну, хорошая новость, что если что, лозера есть, как бы... И вообще хорошо, что интрига есть, потому что мы как-то уже привыкли, что хабач со всеми справляется. Крутой, крутой, крутой линд. Да что ж такое, кто ж мне название тут постоянно. Сейчас, извините, он вдруг что-то важное. Хотя, когда в последний раз вам звонили с незнакомого номера телефона, это было что-то важное, да? PCG, Elegant. Он Кахамуну проиграл в своей группе, там кто-то спрашивал. Ну, форситит живой, хоть и в лозерах, но живой. Кредит предложит Градио Венчат. Да. Он показывает Орк в их full splendor снова. Ты знаешь, Орк vs. Ундед был считан, что за долгое время, как бы неизвестный матч-оп для Ундеда, и очень-очень Орк-фавортирован. Но тогда, в последние несколько лет, это как-то изменилось. И он пытается, чтобы... ...реганить доминальность за эти злые Ундеда. Переходим к третьей карте. А там еще ЛТ остался, напомню. Пеппи дочеркался до того, что ЛТ оставил. Оттуда фонтан никто не убирал вообще. Ты можешь сыграть через базу какую-то, естественно. На ЛТ, возможно, Хапач так и будет делать, если ДЛТ дело вообще дойдет. Но криппинг по центру с Блэйдмастером, выбивание всего и халявное лечение... ...все еще нас ждет на Лос-Темпли. Я посмотрел, как Хапач на ЛТ против Лина сыграл. Бы. Что в свое время, когда ЛТ был в маппуле, и его нельзя было избежать... Ну, там, на лигах, например, было правило, там... ...либо на определенных картах по туру ты играешь, либо проигравший выбирает карту. Орки выбирали ЛТ, и... ...там стата была сумасшедшая. Поехали. Блэйдмастер у Лина, другая стратегия... ...ну, стратегия с первой карты. Очень видно. Кольцо плюс три, кольцо плюс три. Амантия там же еще... Там же два еще артефакта плюс три. Это же раньше колечко было на второго уровня артефакта, сейчас же оно первое. Там сейчас четыре артефакта плюс три. О, артефакт стырил с Блэйд. Игуль успел подрезать. Собака. Почти добил еще последнего. Такое впечатление, что Блэйдмастер промахнулся по юниту, или не пытался... Там была у него пауза, и кажется, дистанцию через юнита Блэйд может попытаться добить. Зависит от размера юнита, насколько он близок к врагу. Мне кажется, что Хэппи чувствует гораздо больше эргенцией в этом игре, чтобы больше и быстрее. Просветка не своевременная получилась. Блэйда не видно. Но Хэппи не... Оп. Не рисковал, кинул в ключевого. Огра добил и взял артефакт. По крайней мере так. Но все равно, блин, потеря Гули, то, что он еще одного юнита отдал нейтралов, это нетипичная для Хэппача ситуация. Ну, с просветкой промахнулся тоже. Именно так. Ему сейчас третьего не хватит. Хэппи на третий уровень с этой точки не хватит. Тут есть же... Определенный баланс в том, сколько нейтралов на какой точке, для того, чтобы ты, там, закрепив, например, одну или две, получал вторую, закрепив три, получал третий. И, сходя из этого, часто формируются как раз крепруты. Ну, маршруты этой зачистки нейтралов. О, ему немножко не хватает до третьего как раз, видите? Был бы третий ДК. Надо сейчас пытаться кого-то по мелочи выщелкивать. Ну, скелетом, ну, перебей! Такая реакция медленного Хэппача. Обычно он пробежал мимо, и после этого обратил внимание на мини-карту, то есть он не чекает, не мониторил мини-карту, как он обычно делает, там, каждую секунду-две. Не среагировал он периферийным зрением на красную точку на карте. Ладно, хотя бы третий взял. О, еще пытаются заснайпить Огра. Опасный момент, потому что Блэйд битый. Да, взял артефакт, молодец. Не, нормальный, нормальный размен. Благодаря второму Койлу, все, мы здесь собрали большую часть... Большую вообще часть, одного тролля максимум сейчас противник возьмет. Не вмешивайся ты... Ой, добил! Откуда у него столько урона? Специально Лин оставил этого тролля, не добивал, но оказалось, что у него здоровье больше, чем нанесет ДК. То есть он выживет, но на самом деле не выжил. И Хэппи даже... Он всю эту желтую точку собрал. Всю вообще полностью. Причем это уже был такой тролль принципа. Он не определял вообще прогресс, там, критичный прогресс ДК. Он уже получил... Надо! Там Хекс опасненько, опасненько. Опасненько. Такое впечатление, что Хапач прям вот, ну, проявляет принципиальность. То есть да, там, выбить одного, чтобы получить третий. Окей. Рисковать, чтобы убить Огра, получить много XP и потенциальный артефакт. Понятная тема. Хускара. Понятно, потому что ты сильно не рискуешь, не получаешь. У тебя маны на один койл, он его добил. Окей, тоже понятно. Но чтобы подойти потом еще у этого четвертого тролля с руки добить, это ж надо вообще быть отбитым просто, безбашенным. То есть уже без мады, с меньшим количеством хп, уже не за предмет, не за такое количество опыта. Ой-ой-ой, да как сейчас будет подставляться? Аккуратненько, аккуратненько, там же Хекс есть. Да он не может койл тратить, потому что Лича ему сразу фокуснуть. О, хороший фокус по Сахе. Отогнал. Лича полечил. Сетка на Лича. Гранты уходят. Хорошая, хорошая встреча. Ааа, почти окружил Гранта. Но почти не работает. Слева очень привлекательный Гноу, еле живой. Надо новый доедать его. Почему Койл? На Гранта, но там плюс шесть Агилы. Гранта хочет съесть. Второго новый тоже убивают. И доедает. Но сапоги топовый артефакт. Но Блэйд, в отличие от Тартл Рока, не такой плотный. У него прекрасные артефакты на урон. То есть там девять Агилы, Когти, бла-бла-бла, серклетка. Но рунных браслетов нет, инвула нет. Он пока что выглядит не очень опасным из-за того, что защиты у него нет. Так что хорошо. Ну вот у нас и лимиты подравнялись. Хопи уже впереди. Подпуш на Т3. Хотя бы магазин попытаться сожрать. Но есть вышка, стреляющая Бору. Застройка вот эта тоже линовская, чистая. Ну конкретно в таком мэчапе, под такой тайминг, это линовское изобретение. Он начал серьезно инвестировать в защиту, как вы видите. Потому что часто орки заканчивались просто вот на этом этапе. На этапе появления там арбы у орка. У тебя там минус 5-10 лимита по стандарту. И тебя пушат. Там Дестройеры, Френзи, Арба. А ты не готов. Хорошая ситуация пока что у Хэпи. Надо продолжать быстро крепиться. А еще Лин зачем-то выходит на свой натурал. Зачем? Ты же там был, ты же видел, как у тебя Хапач все утащил. Что за маршрут такой странный? Прибегает к тролям. Вполне ожидаемая штука, потому что Хапач делал разведку. Он сейчас сзади приписюнился, как сказал бы Сокол. Телепорт на Камень Жизни. Не стоит он того. Ну, то есть, по деньгам, да. Но, учитывая, что он еще позицию теряет и нейтралов там оставляет Хапачу, он явно не на это рассчитывал. Михаил, уважаемый, можно чатик убрать, а это моим не видно или все норм? А это моим видно, слева посмотри. Лево, левый угол, правый угол, всегда айтемы там отображаются. А чатик нельзя убирать. К чатику так нельзя относиться. Если предложишь более удачное место для чата, мы его рассмотрим. Хэппи гораздо круче еще крепится. Благодаря вот этому, ну, то, что он подогнал немножко, прогнал, загнал сначала орка на базу, потом поймал его на криппинге и развел на телепорт. И все. Как дела в D4? Ну, мы эту короткую версию марафона прошли. Здесь мы на хардкоре с Росбрейном, с Пухом и с Карди закрыли. Посмотрели классные синематики, наконец-то. Вот. Ребята там продолжили играть, у них там парагон, у них там механики новые, ну, в которые мы в прошлый раз еще познакомились. Так что Диабло закончилось. Четвертое. Три дня, фактически, мы так. Ну, сейчас только преимущество по опыту у Хэппи только увеличивается. Лишь увеличивается. Он не успеет уже его поймать на красную. Должен сам на красную идти. Сейчас Хэппач оценит ситуацию, пойдет, наверное, на красную. Нет. Думает, что успеет. А, он увидел, возможно, что там не телепорта. У-у-у-у. То есть тут вопроса нет, успеет ли закрепить красную или не успеет. Ну, то есть он артефакт в любом случае выбивает. И Хэппи это понимал. Но он не за красную сюда пришел, то есть не за артефактом сюда пришел. Он пришел ловить противника на криппинге, зная, что у него не телепорта. Минус берсеркер. На спидах пытается убежать. Угу, 12 когтей. ДК пытался про это... Кадои съели тех нейтралов, которых не успели забрать. Иллюзия хорошо блокирует, обратите внимание. О-о-о! Дирижабль! Спасение трех кадоев! Что-о-о! Иллин вышел сухим из воды. Он съел почти всю красную вместе с артефактом. Потерял двух, правда, юнитов. Это берсеркера и спиритволкера. Ну, один на точке сбора, там, по-любому, он умирал. Но обратите, опять же, внимание на уровни героев. Плюс один уровень ко всем героям, фактически, сейчас у ХПЧ. И при этом у него еще есть точки справа, недокрепленные. Вот это желтое, правое, красное. И желтая точка на его территории есть. То есть он прекрасно должен себя чувствовать и понимать свое преимущество. Какой же Линн наглый, он еще на красную приходится. Хэппи, кажется, видел, что он идет сюда, и он байтит. Он байтит, он ждет, когда начнется криппинг. Плюс 40 урона. У Блэйда, плюс 40. Плюс 40 урона. Так, нападение. Что за Сайленс, блин, хапач? Сайленс после стомпа. Ладно, съедаем Берсеркера. Пытаемся убить Кодоя. Кодоя минус один. Дестра снова чиним, лечим, точнее. Рейдеры не добили. Но Блэйд пока с первыми критами. То есть еще одного спасаем. Грант там умер, судя по это. Еще минус Кодоя. Ой, нет, все хорошо здесь. Здесь 1-2, 1-2. Но тут на отступлении он потеряет большую часть армии. Грамотно хапач, конечно, его он прорабачил на красной точке. А Блэйд не боится умереть? Просветки не было, да? Этот в астрал еще уходит. Паразит, а? Блоч его, дестройерами убивай. Блок. Есть. И красная точка доедаем. Все понятно. Да, то есть, вполне вероятно, ЛТ мы увидим следующей картой. Ну, ЛТ это жестокая карта для Андейда. Ну, очень сложно будет, хапачу. Но тем интереснее посмотреть, как он будет справляться. ДК почти пятый. Блэйд даже не четвертый. Таурен не третий, а там рейнджика 3,7. К разнице, которая была до предыдущего битвы, добавилась еще разница из-за хренового размена от Лина. Все четенько. Плюс 15 лимитов у Хэппи. Лисорис говорит, песня про жену Лина возвращается в актуальное поле. Я уже успел забыть, что там Миша накреативил. Пятый ДК. Готовится ставить базу, хапачу. Ставит сразу. Ну, а что делать еще? Преимущество есть, есть. Деньги есть, есть. Пропущать орка сможем, не факт. Поэтому ставим базу, все нормально. Ставим базу параллельно, приходим к нему, контролируем, если он там кем-то убегает, например, Блэйд найдет эту нычку, начнет ее резать. Это будет отличным поводом, чтобы штурмануть его мейн, пока нет главного героя. Все нормально. Видно давно, хапача не видел. Он там ДЛ плюс 20 гуль налетает, сжирает. С ДЛ и плюс 20 гуль. Класс. Да, не видел. На ЛТ я давно хапача не видел. Кадои ему можно съедать полностью спауны с мобами, получается. Только тех, кто не выше 6 уровня. А так вы правильнее, конечно, вопросы задаете. Это вопросы где-то 2003 года, когда Кадои появились. А, нет, подождите. Кадои вообще с самого начала были. В оригинале они были, жрали. И, возможно, даже тогда они могли сжирать более высокоуровневых врагов. То есть, страта фаст-кадои. Просто фаст-кадои сразу крепить красные точки. Защищаем, защищаем. С детства у закона. Хэппи не обязательно даже сюда нырять с головой. Зачем ему эти шипы, бору, вышка? У него база строится. Есть возможность там, не знаю... О, ну вот так вот нюкать. Да, 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 да. Берсеркеров. Все заставляет противника. Ну, ладно, тогда давай здесь с тобой посражаемся. Сайланс очень хорош на этот раз вешается. Инволом перебивается. Вынужденно Таурен. Делает стомп на гуле. Очень много. Берс минус второй уже. Наверх залетает 53,64,17 лимита. Гульку почти даже спас наверху. Еще минус Берс, еще минус Рейдер. Разваливается Линчанский. Виверна подставляется. Стомп неплохой, но не очень критично. ЦХ только сейчас получает третий уровень. Четвертый Лич, пятый ДК. Здравствуйте. Ну, давайте попробуем с Дистрами, тремя Османами посражаться. Минус Блейд. Пишем ГГ, выходим. 2-1 в пользу пока что Лина, но... Что здесь, кстати, было? Начало не такое удачно. Потерял голень, не так выгодно покрепился. А что там было-то? Что там было? Там на магазине был очень хороший для Хапача размен. А, и потом впитывание желтой точки было полное. Помните, когда ДК получил третий, второй Койл? И вот всю эту точку впитал. Это было сильно. Что, Ласт Эмпл сейчас? Да. Ну, что, Ласт Эмпл сейчас? Ласт Эмпл. 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 Да, ЛТ еще вот, он говорит о том, что на ЛТ, даже в обновленной версии, могут быть абсолютно разные места появления, и у вас, и врага. И там сценарии идут даже не только противоположные, непротивоположные, но насколько... Ну, где противник относительно от вашей второстепенной базы? То есть, грубо говоря, если у вас карманный эксп развернут в другую сторону, это большой плюс. Ну, а его в вашем... Ну, например, вы в такой ситуации для Хэппи хуже. Обратите внимание, то есть его эксп находится почти на таком же расстоянии, как и до вражеской базы. Если Лин пойдет ставить экспант, то Хапачо придется путешествовать раза в два до восполнение дальше от своего мейна. То есть, экспы не в пользу Хэппи, если коротко. Не в пользу Хэппи, повторяю, как при... как слышно. Блэйд первым. Где же обещание Дреддлорта плюс 20 гулейта? Не, не видел. Ничего страшного, а что? Он все равно сейчас увидит это все дело. Абсолютно никакой разницы нет. Там и стратегию менять не собираются. Сонин говорит, пш-пш, Самандра, вы пропустили отчет на 12, как слышно. Нет уже смысла в отчете. Все в отчете. 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 Отчет. Отчет. Блин, какой сложный. Отчет. Попробуйте вслух сказать отчет. Это вообще нормально, что оно не звучит абсолютно, не ложится на язык? Обратный отсчет. 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 Господи, даже... Отсчет. Отсчет. Ну, это халява, щ. Отсчет. Абуз произношения. Хорошо устроились. Представляете, человек русский. Счет. Отсчет. Отсчет. Тысячи, тысячи. Вот это вот сложно произносить. Блэйдмастер вообще по классике. Никакого экспанда сразу в центр. Это то, с чем вообще все андеды... Ну, ладно. Большинство андедов имело дело, когда играли противорков на ЛТ, что, типа, чувак выходит с Блэйдом плюс один грант, потом присоединяется второй, и ты с этим ничего не можешь сделать особо. Потому что у него всегда здесь халявное рядышком лечение, жирные гранты лечатся быстрее, чем все остальное, буди не буди, они все равно вернутся. Блэйд, если что, добивает с большей вероятностью, чем вы, выбивает артефакты, а после того, как станет там 2-3 гранта, даже с двумя грантами, ты спокойно, постепенно забираешь в центр. На английском проще, да? Каунтдаун какой-нибудь, и все. Так, ну, Хапач тоже нычку не ставит. Его, кстати, отсутствие экспанда вполне объяснимо на таких респах, и против человека, который сам не идет ничего ставить, выходить в эксп, особенно с декой, это большой-большой риск. Сейчас посмотрим, как тут Хаппи будет пытаться не давать противнику греться в центре и крепиться в центре. Какой-большой старт для Лин. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Видите, Хаппач своим присутствием и, видимо, ну, не только присутствием, а скорее наличием кайлов и хорошего микроконтроля, он немножко поменял стандартный расклад, стандартный старый расклад, потому что на ЛТМ матч-то, ну, последние несколько лет почти не было никаких. И тут... Он заставил просто Блэйдау уйти с центра, чтобы время не терять. Это необычно, конечно. Ты про эту карту говорил, что тяжело, он дает, я говорю, да-да-да-да-да. Прошел и добил. Но Хаппач в ситуации... В ситуации не то, чтобы в свою пользу вырулил, но он не дал противнику закрепить так просто. И все собрал сам Хаппач. Пошел Т-3. Так можно крепиться, наверное, по центру, нет, Хаппач? Боится все равно Блэйда. Он знает, он скелетом видел, что основная армия Орка находится далеко, и он, ну, теоретически мог бы там несколько юнитов из центра забрать, но его даже само наличие одного лишь Блэйда остановило его от этой попытки. Книжку прочитал, добил. Но все равно по опыту, обратите внимание, 2.7 на 2.7, но там саха второй. Вот вам и разница в криппинге. Халява орковская. Ну, это не орковская халява, это фонтан. Особенности работы фонтана. Уже сто раз предлагалось Блэйзам сделать не в процентах лечения, а фикс. И тогда все бы были в одинаковых условиях. Третий Блэйд. Фокус по Гранту не успел подлечить Лин. Окружает Блэйдмастера. Какой тут навешивает один крит, второй крит. И вот смотрите, бьете Блэйда просто под фонтаном. Он стоит нормально, еще мечом машет. Два самых ценных гнола осталось, вот эти вот. Из них выпадают как раз зарядные артефакты, там, 3-го, 4-го уровня. Или 2-го, 3-го, не помню точно. Но я помню, какие. Типа это... Бутылки как из черепах и камни жизни, и все остальное, как из, там, обычно големов, например. Ох, передал телепорт на последних. Там маны не было на койл уже. И сейчас, да... О, он гулей оставил своих? Он через лес оставил гулей своих. Они нужны, чтобы подсвечивать в первую очередь. Там уже таурен выходит. Вы охренели, что ли, орки? Куда лезем? Ай, добил. А, не, слушайте, подождите. Он гулей достал айтем. Камень маны. Гули с бэкпэком? Аааа. Ха-ха-ха-ха. Вообще, как это? Ха-ха-ха. Какая грязь. Две бутылки просто. Бутылка маны, камень маны. И это были артефакты. Как? Так что? Ооо. Это нереально просто. Ну, эти гнолы были линовские. Ну, как бы вместе и гнолы, и артефакты. Большой вопрос, что он выманивал их, я вот не понимаю. Там, он время только потерял на этом выманивании. Просто вернулся бы на фонтан и спокойно-спокойно их бил. Вот. Ну, это ошибка, ладно. Но Хэппи, чтобы гули не стелепортировались, тыкнул гулями на лес. То есть, они превратились из гули воинов в гули с рабочих, а рабочие не телепортируются, если они заняты. Иначе бы, когда вы телепортировались с экспанда на свой, например, мейн, или с мейна на экспанд, с вами рабочие телепортировались. Это давным-давно пофиксили. Вот. Он фактически одним кликом этих четырех гулей оставил, озаботился бэкпэком, то есть сделал заранее апгрейд, который позволяет гулям собирать предметы, и умудрился в нужный момент четырьмя гулями прокликать артефакт, то есть оказаться рядом, несмотря на стомп, там, подойти туда-сюда, тыкнуть, утащить и передать. Офигеть. Ну, Линн действительно не телепорт, а он находится достаточно далеко. У него грызут мейн. Да что ж такое? Минус вышка, минус бороу. И Линн такой растерянный, а что делать? Пешком домой? Пешком домой. А дом это что? А дом и кодой злой, потому что его не прикрывают, не защищают, он падает. И пока Линн добегать будет, а у Хэппи еще телепорт есть, пока будет бежать сейчас Линн, ему тут все сожрут. Жрут еще один бороу. Шикарно. Гнову кидай прям в рабочий. А, там кучи нет. Ну, в нижних, в нижних. Еще минус два раба. Ой, Блэйд возвращается. Ой, нова какая! В рабах, в рабов, в раб... Короче, неважно. Лича лечат, бороу последние доедают. 39 лимит на 21, и сейчас бороу минус. Пытается подчинить бороу куда там. Давай еще по рабочим поработай, и телепорт отсюда, по красоте просто. Давай. Да, съесть строящийся, съесть строящийся бороу. Не, не хотим. Рейнджерку лечит. Этого Гранта убивает. Рейнджерка под Энвулом. Еще маны есть у Дэки, он выпивает. Начинает... Да, это 2-2. На, 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 на. Что такое? Не, ну это... Да он ненормальный, ребят. Я вам говорил уже сто раз, он псих. Он псих. То есть темка с гульками, когда вы последний раз конкретно такую последовательность видели? Ему этот бэкпэк особо не был нужен. Его обычно андеты не делают, потому что у тебя идет Т1, Т2, Т3 четко. То есть у тебя не хочется делать даже это окошко на 20-25 секунд. Не помню, сколько бэкпэк делается. Да, он дешевый, 25-75, но все равно сделать бэкпэк заранее, предполагая, не зная, предполагая, что может быть такая возможность, что надо тащить артефакт. Е-мое. Ну и ЛТ, Лина, штампануть. Да вы издеваетесь. Я сижу, офигеваю, тихо. Показать эту игру, опять же, знаете, в районе вотстрель какого-нибудь там, начала двухтысячных. Там люди бы просто офигели от этого уровня. С обоих причем сторон. Ну ладно, Орк более-менее стандартно сыграл, но все равно там как бы виндбоки добивания, там динаи, лечение, отводы, контроль. Это все равно бы поразило товарищей того времени. Но, блин, Гули, Лес, бэкпэк, стил, передача. Так, ну, наверное, вывести токочечку, давайте дверь открыть. Мррррр. Такая терпеливая, все ждет, ждет. Пастор. Минь, мой хороший, давай. Мой хороший, давай. Котик там надо погладить, он выше. Я скоро спорюс, скоро сможем с нормально. Гости придут, обрадуюсь. Крутой момент И без таких моментов ты Ну, Хэппи же позади был То есть у него один герой Такого же левела, как и вражеский Плюс там есть второй уже второй Второго уровня СХ Финальная карта Хорошо, что не было там 0.3 Хапач на камбэке После двух крайне сложных игр Причем на сложной карте На крайне неудобной карте Еще за браун Блэйдмастер, я почему-то думал, что у Лина ФС и Фастекс будет Но карта большая, видимо Не хочет он обрекать форсира на Затяжную игру и тяжелую судьбу Что можно отсидеться, можно открепиться Можно хороший предмет получить От Барсика первого ты уже никак не избавишься В середине игры Сейчас мне еще с другого номера звонили Сейчас я убежусь в том, что это спамеры Окей Фейстайм, спасибо за 200 рублей Говорит Майкер, мое почтение Здравствуйте За императора за Орду Это как? А, и за Орду Все нормально Да, можно пытаться болеть Одновременно за разных Или за нейтралов, например Они всегда проигрывают Мантия плюс 3 Выпадает Хапачу Наверное, лучший артефакт Из серии И сейчас пригодится И особенно потом для Лича Ну, плащик Блэдмастеру Это фигня ДК приходит Хорошо, можно успеть Ну, Койл Молодец Добивает Гнола А за него больше всего Ой, еще Гнол Еще, 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 еще Жми, жми, жми его Гульку спасаем Красивая Выталкивает Гранта И сам застревает И сам застревает Еще, и Гранта не отпустит И сам подзастрял На несколько секунд И урону получил Да, Динай есть Хорошее начало Но минус Ну, в смысле Хорошее начало для Хэпи Минус 200 золота У Лина Плюс там 60 Сколько за Гранта? 60 дают Всю жизнь 60 давали Вроде ничего не меняли Так Взял просветочку Еще Хапач Собирается Уже забирать нейтралов Рядом с Базой Орка Потому что Можете позволить Там битый Блэйд Без маны Минус 1 Грант Он может вот так вот Блэйдмастером Блэйдмастера Отваживать Через своего ДК И пару гулей И все И грустненький Блэйд бегает рядышком А, ну там же Заденайл Точно Точно-точно Там же был Динай Можно и зеленую Можно и зеленую сажать Наверное нет Справа Проверяет скелетом зеленую Лагерь наемников Да нет Мы же не сможем Такой жир Собрать отсюда А, он хочет Он типа отступает Сейчас орк назад Должен вернуться Ай-яй-яй-яй-яй Нет Все-таки Не решился Орк сейчас Крипит Лагерь наемников ДК перебил Койлом Регенерацию маны И здоровья Ну считайте 100 золота Просто Вот вы одним койлом 100 золота подрезали Да Мана же у нас 70 стоит И один заряд Хилки Там 33 золота У него тоже хороший размин Кстати Неясно Сколько успело Поработать Лечение Реген мана Реген здоровья Сколько успело Восстановить До того момента Но Какую-то часть Регенерации Хэппи Предотвратил Бедный Блэйд Первого уровня Сыха выходит Опа Блэйд Сразу ждал Этого Слутерхауса Отмена Галя У нас отмена Восстанавливает Слутерхаус Хэппи Он настырный Он будет его строить До конца ДК Как-то потерялся Немножко Такое ощущение Нашел Шадоу Хантера Спрятался Решающая пятая карта Друзья Это решающая пятая карта Пока все идет В легкий плюс Хэппи ДК такой стоит Непривычно видеть ДКу Не бегающим Где-то А стоящим Он время там теряет Видите Пока он там стоит И думает Что Блэйдмайстер вместе с Шадоу Хантером Выбивает артефакты И крепится на зеленый Медленно Но они по крайней мере Крепятся У нас выходит Лечевка Бодренько Стартует тоже С Криппинга Нифига себе Двумя героями Через Хекс Чтобы Подождите А зачем хексить этого Там же два тролля с сеткой Зачем ему хексить именно это А нет Подождите Там Да Там простой тролль Там же не прист Плюс три кольцо хорошее Ему же выгоднее было Хексить Этого огра Хотя нет У огра там 13-15 Тролля Где-то 24-27 Даже с учетом штрафа Получается Что тролль больше урона Наносит чем огр Да Согласен Пока у Хапача Нормально Видите Все Грейды делаются Причем Обратите внимание Лин делает Две вышки Это Считайте сигнал А в прошлые разы Когда он против пуша отбивался Он делал только одну вышку То есть Лин оценивает Текущую ситуацию Как невыгодную для себя Да Опять Вышки Конечно Стоит денег К сожалению Сколько там Сто 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 восемьдесят Что ли золота Ли 160 Ли 180 Сейчас Крипджек Может быть неприятный Там есть Телепорт Но Он не успеет Даже голема убить Ой-ой-ой-ой-ой Ай-яй-яй А хочет голема убить Хекс Чтобы 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 Попытаться стырить Еле-еле Блейд уходит На последних хитах Вы посмотрите Какой он больной В дирижабле летит Красный Какой валидол Лин после ситуации 2-0 Оказывается В такой жопе Сейчас И ситуация Крайне плохая Уже Крайне плохая Потому что Хэппи доел Сейчас еще одну точку Возьмет Полетел Полетел Сейчас Линчанский Крепится Ну так Короче Быстрее На следующую точку Он понимает Что сидеть на базе Это бесперспективное занятие Когда по сети Начали играть Наверняка Поначалу Многие сидели Там на базе Защищались Там бункеры Вышки по периметру Танки поставили Мы так играли Развивались Батлкрузеров Или там Фотоночки По кромочке И в батонов Ну вот Но довольно скоро Стало понятно Что есть более Эффективные стратегии Например Можно построить базу А в Варкрафте Еще ты Пассивного противника Быстрее обгоняешь Из-за того Что Крипится Начинаешь То есть ты И деньги зарабатываешь И опыт В героев Вкладываешь И артефактами Их усиливаешь Пассивная игра В Варкрафте Это не Ну крайне редкая штука Обычно В каких-то Ну временное И ситуативное Ну например Когда там Сам уже поставил базу Вложился в защиту Тебе нужно просто Перетерпеть Дожить И Опа Ничего по себе Линд собирается Остров закрепить А если закрепить То скорее всего И поставить Вообще Против 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 Орка Если играешь Орк ставит Экспанд Сложно ему помешать Ну вы просто Делаете батку одну И у вас есть Фактически Ультимативная штука Чтобы законтрить Его дроп Да там могут быть Дестройеры Да там придется Что-то добавлять Чтобы от них избавляться Но Если вдруг Батка перехватит Летящий дирижабль Это ГГ И мне кажется Линд будет здесь Строить снычку Ему нужно Ему выгодно Затягивать Сейчас игру Прокси-экс Очень похоже Что там Там зарядные же артефакты Да какие-то Большой внули 25 Да надо сидеть На лимите 50 У него деньги есть Видите у Лины 750 Он сейчас возьмет Шкатулочку И будет ставить эксп Но это та самая халява Которая его Может сейчас вернуть Хорошо в игру Но причем Через шкатулку Надо это делать Вышки есть На мэне Да ладно Начинает с вышек Делать Хотя у Лины Есть золото Чтобы экспант Сразу поставить Просветка ну вот этот стиль конечно очень бесячий напихают на островах нычки за вышками будут сидеть улыбаться replenishment potion точнее restore до 500 200 500 200 большая бутылка жизни и такой почти большая бутылка ман или большая бутылка маны раньше прибавляла 300 потом вроде то потом не вроде а точно сделали 250 шага вниз больше кажется не было как же он медленно ставит вот все это время там минус 20 секунд у лина уже могла работать база представляете то есть а у него на руках были ресурсы чтобы из шкатулки сделать быстро нычку она 20 секунд ставится все готово ой какие амулеты у таурена 600 маны надо с ихе на самом деле передавать хотя бы один амулет все правильно сделал что передал это правильно там две две причины почему почему стоит передавать первая причина как обычно это ты вторая но нет первая причина что он уже 3 2 что-то не можешь так быстро реализовать ману у одного героя то есть тебе придется какое-то время тратить а если распределишь более-менее там тебе глядишь ну не закончится ману 1 а другой не будет с перебором по мане находиться ну этот не скажешь точнее что тебе ценнее второе лечение или второй стон как бы все хорошо вопрос ситуации просто разным бывает поэтому не надо все яйца в одной корзине поэтому когда я увидел два амулета у одного тц который там 2 и 7 или 2 и 6 и саха который там 3 2 3 4 все сразу передавать второму герою то же самое хуманы делают паладин паладином к делятся маны опять же паладин это 600 маны нафиг не нужно он не умеет так быстро тратить ман даже если он пока это будет каждые 5 секунд делать лечение за сколько там 65 или сколько у меня там стоит сейчас этого и лечение ему понадобится ну больше чем стандартное сражение чтобы все реализовать грунцер там бегает за околитами просветил остров да вот беда самая большая была что повторюсь у лина на руках были деньги у него было и золото и лес он мог поставить базу до вышки до бору и до собственно медленного строительства рабочим то есть это четыре с половиной минуты четыре с половиной минуты умножайте на 600 золота ну точнее делите на 60 потом умножаете на на 600 получается получается там в районе 2700 золота и понимаете сколько бабла он потратил просто 2 700 золота 2 700 с ума сойти у него мог бы час лимит больше чем у хопача за счет экономики кто-нибудь мне может как-то ну хоть хоть аргумент какой-то почему он и шкатулки не поставил может я чё-то не это самый не увидел не понял а блейд убежит общаться на у него большой не боится вообще минус грунсер 4 когда я случайно ними не случайно надо и в такой стадии одни из самых универсальных юнитов то есть destroyer of они бьют бонусы всем дают это 3 20 процентов пока живут и коды и ты получаешь именно поэтому все кидаются в кодов их убивать гули и по с бонуса то есть это юнит 4 лимитный который ну который любит массить орки последнее время у него на 4 лимита косарь хп он очень жирный нас на свой на свой лимит 20 процентов повторюсь пока не живу дают всем урона и еще стреляют как арча даже чуть лучше то есть это юнит такой лин не готов к сражению плюс 14 лимита третью базу структу я не вижу здесь вообще как как лин может выиграть но хочет попытаться погнали берсерк сразу умирает пытается по так 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 зеппеллен спасает им какое-то количество унитов нам гули безумное число то риан с полной маной обратите внимание первый стомп он делает в своей в этой битве хотя прошло уже 15 секунд сражения лечение неплохое 80 на 57 да не это развал вы чё тут не готов вообще ли он должен был здесь сражаться и не готов он к сражению плохо контролит как же он расстроится после 02 такой камбэк представляете в из амдеда ли на три раза подряд проигрывая 02 убиваете минус тц гульку сажали ману лич получил на тебе еще прокаст блейда который чудом просто выжил от такого количества улетающего урона единственное кто выиграл в этой ситуации это кодой потому что он съел гулю и переваривает по крайней мере ну чуть-чуть он понаслаждается жизни своей а все остальное варде страдает и кодой тоже недолго живет на на койл лечение ай как кодой вы есть почему нужно было четырех кодой встроить всеми силами пытается так минус здесь дестор а толку тут герои 4 4 4 там 4 4 а третий герой минус ближе к пятому минус еще один дестор правда там третья база еще строится не забываем что у хопача скоро экономика будет значительно лучше ну и разница 75 на 42 но линчанский ну блин ну глупо конечно тут такие классные моменты были вспомним бэкпэк на lost temple вспомним страдания хопача в самом начале вспомним лина который не ставит блин базу вспомним деку который добивает всех четырех юнитов на вражеской нычке во время криппинга противника причем последнего добивает просто на на стиле с руки столько классных моментов сегодня было но варкрафт очень высокого уровня конечно то лучший андет по сути и лучший орг в мире тоже по факту получается 120 не выдержал напруги от лина хопач тоже вроде прогнулся в самом начале а потом ну здесь уже не вытащить тут 80 на 47 две дополнительные базы работают герои четыре девять четыре девять четыре шесть то есть мы сжираем какой-нибудь юнита получаем 55 а как говорил оранжем он не могу процитировать его точно но 55 и пожелание написать гг и выйти сейчас мы приходим на свеже построю построившуюся халявную базу орка который делает ее исключительно из-за того что нет других опций нет он знает базе на десяти часах понимает что если он ничего не попытается предпринять то ситуация будет только хуже ну хопачу надо что угодно тоже делается то есть он может вернуть противника узнаешь что здесь блэд мастер вернуть его на персоналке домой как минимум а может даже принять решение о том чтобы штурмануть можно было подрывников кстати здесь взять мастерская они как и подрывники там ты из-за хекса просто не добежишь 5 дк на две гули и вышку поменяли блэд собака не возвращается надо жрать как-то интенсивней совсем распустились хопач не останавливается на достигнутом ставят еще дополнительную базу абсолютно тоже верное решение то есть орг в такой ситуации может вдруг там отбиваться достаточно долго а ты можешь терять юнитов на этом все юнит это не просто там как бы по потеря это же еще и ну в смысле потерян накопленного золота но еще и опыт во вражеских героев то есть варкрафт в этом плане тоже чаще наказывает за необдуманные шаги поступки ой таурен а что с ним случилось пропал пропал таурен блэд мастер в возвращается домой дома голяк тыкнуть в деку можно попытаться он пытается деку издалека потом типа захексить чтобы он не успел бутылку большую прожрать но это очень дешево выбегает блэд не боится ничего не забывает инвул пропить это было слишком быстро падает блэд мастер остается шадоу хантер только бедолага хекс на рейнджер купш диспел и инвул я бы вышел если честно это просто расстройство линчанский хорошо у него жена дочка миллиардера я бы конечно очень сильно расстроился 02 просто летел хопать 02 а потом какие-то гули с бэкпаком вытаскивающий камни маны потом какой-то дека убивающий четырех из четырех юнитов на на криппинге что за овощи ну хопача ведь даже даже в сравнении с у хопача на дистанции нет вот этой вот снижение уровня игры из-за дизморали вообще плевать бездушный абсолютно блин он как он как он как катал так и катает просто интенсивность только повышается и серии что на раскликивается хапец гг просто надо это не нормально просто псих все друзья завтра увидимся с вами на варике отличные серии сегодня в финале завтра кто у нас там в верхней части сетки начало матча в два часа а может быть кстати завтра не будет что возможно лузера будут играть в любом случае чтобы не пропустить трансляцию на гудгеймеру заходите сердечко нажимаете получаете уведомление об анонсах и началах а я пойду с вашего позволения нам гости приехали виктор приехал вот поэтому будем сегодня вечерком общаться всего хорошего переходите на другие каналы до новых встреч пока пока